Отложив на полку пистолеты, наручники и вооружившись перчатками с полиэтиленовыми мешками, что побольше, полицейские вышли на субботник. Несколько часов стражи порядка упорно боролись с вредителем окружающей среды мусором. Под арест попали пластиковые бутылки, окурки, прогнившие палки и стеклянные осколки. Мой коллега Олег Хатанзейский уверяет, с необыкновенной для них задачей правоохранители справились блестяще. Руководитель необычной спецоперации дает последние наставления своим подчиненным и отправляет их на задание. Вот полицейские получают необходимый инвентарь. Боевое оружие сегодня ни к чему. Вместо него перчатки и полиэтиленовые мешки. Ведь в борьбе с мусором все средства хороши. Задействовано было личным составом 30 сотрудников из разных служб и подразделений. Сотрудники, каждый, который принимает участие в данной акции, он подходит с пониманием. Стражи порядка приступают к делу. Метр за метром они тщательно осматривают территорию. Бутылки, стекло, различная бумага, берег морского порта после весны требуют хорошей уборки. Мусора действительно много. Конечно, стекло. Это стеклянные бутылки из-под пива, из-под других напитков крепких, гречительных. Ну и также пачки сигарет. В основном мусор на берегу. Вообще не смущает ли, что приходится выходить, убирать? Нет, не смущает. Мы же делаем это для блага города. Стравить себя, чтобы наши дети там простенькие ходили, здесь было чисто. Многие признаются, что субботник – это не только шанс помочь своему любимому городу, но и некое разнообразие в работе с пользой для здоровья. Да, конечно, очень полезно. Сменить сидячую работу на такой вот общеполезный труд. Потому что стараемся ради себя. Сами же будем отдыхать, приходить, смотреть на реку. Естественно, приятнее, когда все это делается в чистой обстановке. В ежегодной доброй акции «Стражи порядка» уже давно в числе постоянных участников «Чистые берега». Это шанс избавить от хлама и различных отходов причалы на Ринмара. Своим заданием сотрудники полиции справляются успешно. Мешки заполнены, а значит, берег теперь чистый. Всего за пару часов было собрано около 30 пакетов с мусором. Конечно же, на этом их рабочий день не закончился. После полицейские вновь оденут свою привычную форму и отправятся по рабочим местам. Олег Танзейский, Александр Доркин, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!